дорогие друзья сегодня я отработала первый концерт без моего драгоценного саксофониста константина софьянова я вам должна рассказать эту историю потому что эта история действительно заслуживает вашего внимания я сейчас приехала с концерта приняла душик вот и решила что нет все таки надо именно сейчас это рассказать пока горячо история это то есть я вам то есть дэвид линч на нервах он чуть-чуть как бы в драматургии потерялся уступил этой ситуации эта история если какой-нибудь кроненберг делал бы совместную работу сериал для netflix вместе с финчер и еще привлекли бы чуть-чуть в контексте абсурдности туда бы еще в идеале на чуть-чуть приплыли бы при плели бы и для слезливости и красочности еще туда давай альма доллара в общем костик наш должен был вчера вылететь в час пятьдесят из москвы но именно вчера москва решила что воздух надо закрыть и костик прождал с ночи до восьми тридцати костик полетел 8 30 где-то в стамбу и было принято волевое решение взять костику новый билет стамбу женева потому что потому что почему да потому что вчера наши куколки наши французские диспетчеры решили что они херово живут именно надо вчера устроить забастовку и вчера была все французская забастовка диспетчеров так сказать диспетчерский пункт с 10 утра до 6 утра следующего дня то есть мы завтра вылетаем блин 6 20 и мы по плану полетим потому что в 6 часов у них забастовка завершена но мы рассказываем про сегодня значит костик летит и стамбула в женеву прилетает кости в женеву и у костика пропадает багаж а там концерт на костюм ну и мы решаем что окей ладно может костик уже может в бикини выбежать в купальнике выбежать на сцену уже вопроса быть в халате в отельном белом тоже будет неплохо неплохо элегантно а вот и главное чтобы костик выехал из женевы потому что из женевы до ниц и 6 часов минимум 500 километров и костик едет и через полтора часа с трассы он мне присылает видео он мне присылает видео очень странное видео значит слышу звук мотт думаю что происходит и вижу следующую картину такую значит переднее стекло парприз автомобиль и абсолютно раскрошенный и водитель такой бля у а о о что случилось о а а окей значит что случилось внимание это трасса женева ница это как бы не австралия и не новая зеландия и мы не находимся в какой-то буйной флоре фауне где там ингуру просто может мобильный телефон у вас украсить так далее мы находимся как бы на трассе женева ница и в них в машину со всей дури просто вмахивается и ломает стекло кто лебедь лебедь вы не ослышались лебедь я видела все в этой жизни видела как лебедь ходит я видела как лебедь ест я видела как лебедь плавает но я никогда в своей жизни не видела как лебедь летает с чего вдруг лебедь вдруг захотела на женевской трассе как бы вылететь я не знаю какой-то суицидальный лебедь в общем водитель говорит что он дальше не поедет он дальше не поедет и угод я ничего не вижу и там правда стекла нет и костик ждет значит второго человека который прибыл на том же рейсе который дожидался багажа ждет часы и пересаживается на другую на другой автомобиль и едет клавницу на машине он до сих пор сейчас вот почти час он до сих пор не приехал я сегодня работала просто на отмышь как знаете нона мурдюкова фильме родня просто вот как в последний раз с меня слетали трусы и падали ресницы а улетал куда-то парик которого нету такой виртуальный у меня было не смыкание голосовых связок я возвращала только вот олег теньков который был в зале меня вдохновлял своей красотой в общем вот такая вот друзья моя история берегите пожалуйста ваших близких видите пожалуйста себя чтоб все аэропорты все диспетчеры все работало в жизни чтобы все совпадало прекрасно и чтобы все проблемы все проблемы все проблемы которые существовали вот вы существует в жизни чтобы рулились вот так и нету проблем как вам такая история умоляю костик который свою очередь альпака и лебедь мне ничего сказать спокойной ночи